по старой доброй традиции как первый загар и мы провели опросы у нас три финалиста квентин тарантино такеши китана и эрнесто джапаров барабанная дробь и у нас гостях эрнесто джапаров добрый вечер спасибо большое что нашли время и пришли к нам студии 7 итак первый вопрос вы уже были на иску ли как погода-то ну было так что когда я туда приехал было очень солнце когда уезжал там пошел дождь это режиссерское определение было очень солнце образ а вы по работе ездили на и секуль или вы ездили отдыхать до меня приглашали это было межпарламентская ассамблея на час организовывает такой новый эсенговский артек это первое такое шести стран учеников пригласили и проводили такие школы и там была в программе был мастер-класс именно по кинематографу объяснял про кыргызское кино про эсенговское кино и мы смотрели картину шахризада из кукушки вот есть у вас какая-то муза среди актрис или актеров потому что при реквенте на тарантино обожает уму турман вдохновляет и он что-то там обязательно снимает может быть даже под нее есть ли у вас такой актер или такая актриса я думаю мы должны все просто обязаны восхищаться всеми клубчик муром это было воплощение действительно и такого супергероя и в то же время наших это только корней из ныне живущих ну из кыргызстанцев я на сегодняшний день я бы отметил материна бы обоих она вас часто снимается не она моя девочка я ее как бы взрастил и сегодня она выросла до того что она выполнил исполняет карман джан датку молодых вот вы сказали насчет курман джан датки это наш так скажем ответ вот тому же казахстану было не я так сказал вообще кочевник был ответ нашему потом у белого барса так что поздний ответ сейчас у нас вот именно период когда вот кино когда 90 года абсолютно никто не знал его кино и практически не кучка режиссеров они доказали что существует русское кино приняли законы кино и вот сейчас последние двухтысячные годы это народ как бы увлекся он просто внедрился очень много бизнесменов стали кладывать и вот курман джан датка это такой первый пример когда государство у нас оказывает кино давай нет складывать я думаю вот это такой яркий пример когда государство увлеклось кинематограф как вам такая идея чтобы снять фильм об митингах потом как такая политическая драма я понимаю что президент и бомж в свое время я сразу приведу примеры когда режиссеры гнались за политикой они проигрывали это замерили когда делал печать сатаны явно будет в администрации и очень хорошо видел когда они гнались за политикой и все время откладывали потому что политика менялась когда не успевала и конце концов они доведут до менялись до того что советский союз рухнул и кино никому не знали они начали снимать заново потом раз президента лечет второй пример и второй пример гонка за политикой тактанар им куват когда он все таки делал против бакиевского режима когда он его выпустил бакиевского режима уже не было и люди сказали в ты чё делаешь это опять провал поэтому я думаю художником лучше быть чуть-чуть подальше в парламенте сейчас законопроект обсуждается по поводу территории для кино да вы меня поправьте как это правильно называется ну а нас пока называется свободная экономическая зона культуры киностан она условно определяется томским районом это абсолютно такая политическая может быть политический закон который не имеет под собой ни одной экономической или там бизнес или какой-то структуры это просто политический выхлоп которую сегодня в правительстве уже два года они ломают голову где там коррупционные схемы где как как нам разрешить не разрешить как бы построить так чтобы еще деньги капали с этого снять а на самом деле это просто государство объявляет о том что крыгастан является свободной экономической зоной культуры киностан кто будет приезжать вкладывать кинематограф тот не будет облагаться налогом так и так и так никто не облагается налогом приезжают снимает где хотят что делают да так вот вот до этого наше правительство никак не может додуматься о том что просто нужно объявить чтоб сюда приезжали строили свои павильоны и снимали свое кино тоже казах фильм мосфильм там китайцы индийцы баба обогащали нашу культуру я просто приведу факты буквально в сентябре были в анапе мы как бы пригласили членом жюри могут практически смотрели все это единственный фестиваль где нет политических каких-то там единственная структура где армяне и азербайджане сидят заднем месте да да это в других местах этого нету и вот там мне сказали что практически в на всем территории снг кроме узбекистана и кыргызстана люди не ходят на свое отечественное кино узбекистан и креста до узбекистана потому что там нет голливудского кино так и поэтому они были удивлены что у нас голливудское кино процветает и в то же время кыргызстан кино бодается с ней привлекает еще зрителей делают еще кассу это уникально нас смотрят все да все я ки но и диска и кино и американское кино и русское кино вот об этом кстати говоря и сказал корреспондент журнала по-моему газеты голливуд репортер о том что в казахстане за 10 миллионов снимает какой-то национальный проект у нас умудрец за полтора миллиона снимать еще лучше это говорит о качестве работы я сказал лучше по техническим параметрам потому что у нас все таки это вот палочка-выручалочка вот в течение двух лет у нас индустрия просто взрыв произошел благодаря фотоаппарату марк 2 он делает великолепное качество и в то же время он ну просим на копейки я правильно понимаю снимать на фотоаппарат вот это да и она сегодня это качество можно показывать в берлине в каннах то есть она не теряет свой на ты же а вот как рождается идея кино вот вы сидите так надо снять такой-то фильм за вот вы собираете команду бегать и ищите деньги все это вы с самого начала или как вот эта колоссальная машина грандиозно запускается например у нас всех ну как бы я сказал то всех в гиковцев я не в гиковец вот советские кинематоры случили так что существует огромная система проката существует система киностудии существует административная как бы так мы слышали нереально снять кино да и существует просто творческие люди которые ничего не должны делать до их обучает только думать фантазировать писать сценарии работать с актерами и так далее ну то операторов там чтоб они свет стояли они приходят уже на готовый конвейер их просто ставят приносят сценарий они выбирают все это конвейер вот этот конвейер сегодня разрушился да и практически в гиковцам сегодня очень сложно и люди которые гик этого этого не видели которые просто ну то прислигала голодранцы как они нас называют но с улицы да и мы начали искать пути то есть как бы выживание мы не ушли от кинематографа но там нашли какие-то ниши это копродукция что-то вот с киностудии у них там как камеру возьмешь их напишешь в титрах там ну вот у нас сейчас product placement очень хорошо работает там суперинфо их там герои читают суперинфо они потом тебя рекламируют там и так далее так вот вот этот взаимовыручка и кино индустрия она сегодня очень принципе встала на ноги и при этом качество художественная она тоже растет потому что зрители ведь они же параллельно смотрят голливудское кино и в этом отношении сравнивают всегда сравнивают и в этом году весной очень много хороших картин просто обанкротились потому что люди один раз посмотрев они дали очень негативную такую сарафан на радио в чем секрет для нас хорошего фильма как режиссера это будет эксклюзивно для студии серии я скажу три компонента три компонента которые если их выдержать идеально то можно сделать шедевр то есть это формула шедевра так то есть очень хорошее техническое качество записаны так очень хорошая история как вы сказали что первая мак-2 до 3 это просто хорошая актерская игра а вот по поводу хорошей актерской игры вот а кейт вы если добилась главной роли фильме титане преследуя режиссера как часто вас преследует актеры актрисы требуя за их желанием горячим заполучить главное как бы действительно мне жалко от актеров очень хороших талантливых актеров когда с ними встречаешься в глазах у многих вопрос когда же ты меня как-то играла что дядяка ну снимите меня вот у меня мечта вот вообще придумать такую историю ну когда это будет уже у меня будет очень много денег когда я могу позволить тебе все что захочу снять такое кино где бы можно было бы пригласить абсолютно всех актеров и задействовать их я думаю я осуществлю это все всем дай вам удачи и ну один из последних вопросов дело в том что многие молодые люди девушки парни очень видят то что вот вы сейчас рассказываете я был в анапе я был там то я был там то они всегда думают что режиссер так все легко и все просто личное кресло актером быть но это слава это все так просто на самом деле они не знают много условий тяжелой работы не могли бы прямо в камеру сказать ребята не все пожалуйста туда идите только самый талантливый тяжелый адский труд да и главные качества может быть какие-то ключевые какие должны быть у человека что но если если человек просто что-то ведет он должен идти до конца конечно но если кто думает что там будет легкая жизнь это неправда это конечно же это очень сложно во первых и физическом отношении очень сложно моральном отношении и очень сложно материальном отношении тоже между причин у меня случай был моя сестра свою внучку мне говорит надо ее задействовать там когда проект большие люди снимали ну ладно я ее повез она целый день играл сыграл когда вечером начал надо было сниматься ноги я устала не хочу значит не хочешь быть звезда ну значит не хочу очень много можно когда человек думает что он будет хорошим актером когда его приглашаешь он горд я больше сюда больше не приду понятно спасибо большое за то что вы ответили на столь прикрыл интересный вопрос прекрасно ждем вашего приглашения на следующий фильмы в кассе главных персонажей с нами был эрнест апдажапаров это был последний эпизод последний выпуск первого сезона увидимся в следующем телевизионном сезоне студия 7 мы не прощаемся мы говорим только до свидания все хорошо спасибо